Привет, дорогие! Всё, никак не могу начать это видео. Наверное, я выбрала какой-то самый такой неудачный для себя день, чтобы это всё отснять. Но, может, с другой стороны, как раз получится поговорить по душам. Думаю, как вы видите из названия видео, буду сегодня с вами болтать. Просто, вот, знаете, возьмите себе чашку чая или чашку кофе. На что-то сегодня такая немножко переменная облачность, не знаю, как будет по свету. Я буду как раз краситься и рассказывать вам о своём состоянии после родов. Очень-очень много было вопросов на этот счёт. Я всё просто обещала, что я расскажу в отдельном видео. Расскажу о своём теле, о своём состоянии после родовой депрессии. Почему я говорю, что сегодня самый такой неудачный день? Потому что, представляете, сегодня начались мои женские дела. Наверное, нужно сделать ещё такое отступление и сказать, что если вам об этом всём неприятно слышать, если вы будете там с какими-то осуждающими комментариями, о том, что я буду в открытую о многом рассказывать, естественно, у всех мнения могут быть разные. Я вам рассказываю о своём состоянии, о своих чувствах. Поэтому, пожалуйста, вместо того, чтобы писать какую-то гадость, вы можете просто закрыть видео и смотреть тех блогеров, которые вам интересны. Сейчас наношу базу от Makeup Factory. Это просто такой стробен флюид. Тот, кто меня смотрит давно, вы, наверное, знаете, что у меня очень болезненные месячные. И я всегда ждала месячные со страхом. И вот сегодня, как раз сегодня православная Пасха. Это видео, конечно, выйдет немножко позже, но поздравляю вас всех, кто отмечает Пасху. Я католик, поэтому наша Пасха была как раз неделю назад, получается. Если просто нанести, вот, к примеру, этот стробен флюид и немножко консилера, немного бровей оформить, он уже очень так клёво смотрится. Когда вы сматриваетесь даже близко в кожу, вы не понимаете, отчего же так сияет кожа. Тональный у меня Catrice HD. Очень многие меня тоже спрашивали за этот тональный. Мне очень нравится. Из бюджетных тональных, если вы ищете такой флюид, матовый, наверное, как о каналах Armani. Armani я не пробовала, но мне рассказывали девочки, что очень похож. Кто, возможно, не видел, не знает. У меня есть абсолютно отдельное видео про мои роды. Я там подробно рассказывала, как прошли мои роды. Также у меня есть влог с роддома, который я еще начала снимать дома, когда у меня только начались схватки. И, в принципе, и выписку я засняла. Уже прошло 8 месяцев с момента родов, немножко больше уже. И, конечно, очень многих интересовал вопрос насчет того, как я себя чувствую. Потому что очень многих есть и послеродовая депрессия. Плюс то, что я первые 4 месяца с малышкой была одна, так как муж мой в Польше работает. Сейчас мы в Польше, но я не могла сразу переехать. Мы решили, что я буду рожать в Украине. И, естественно, тоже первые месяцы я была с маленькой там еще. Мне, конечно, очень помогали родители. Мой отец, родители Вадима, моя свекровь. Быть одной тяжело, тяжело морально. Тут я даже не то, что жалуюсь на физически, потому что, конечно, было тяжело и физически. Не было особо времени там поесть или чем-то еще заняться. Ну, потому что ребенок у меня, грубо говоря, был всегда на руках. Засыпала она у меня тоже только на руках. В принципе, насчет сна тоже. Я просто буду делать отступление, да, чтобы как бы не повторяться. Насчет сна я тоже рассказывала о нашем сне. Как он менялся, тоже оставлю ссылочку. Не знаю, где будет вот это выходить. Где я подробнее рассказывала за сон Оливии и вообще, что у нас и как у нас было. Но вообще первое, что по мне ударило, это то, что в итоге у меня было кесарева. Потому что я ходила на курсы для беременных. Я настраивала себя только на естественные роды. И чем дальше вот живешь, да, и вот происходят какие-то такие ситуации в жизни, тем чаще нужно себе напоминать, что нельзя себя настраивать только на один какой-то итог. Нужно все-таки рассматривать все варианты и просто быть готовым ко всему. Я же настолько себя настраивала, что нет, у меня ни в коем случае не будет кесарева. Какое кесарево? У меня будут только естественные роды. И знаете, я уже вижу какие-то комментарии там всяких, возможно, я же матерей. Или просто тех, кто хочет поделиться мнением, сказать, что страшного в кесарево. Типа, чего ты такая дурнушка, да, и себе там вбила в голову, что только естественные роды. Когда у меня были так долго эти схватки, не было никакого прогресса. Врач уже начал говорить о том, что, скорее всего, вот если там в течение какого-то такого времени, да, не будет прогресса этого, раскрытия, то нужно будет уже думать о кесаре. И меня это прям так сильно подбило. Я, конечно, не хотела, ну, все, в общем, до последнего держали, естественно, за естественные роды, за природные роды, но так как начали залинеть воды, то уже было у меня экстренное кесарево. И вот этот вот момент меня подбил. И не знаю, просто я задумываюсь о том, что если бы мы жили там какие-то десятки, да, лет назад, ну, я бы, грубо говоря, умерла бы, скорее всего, при родах. Потому что если нет раскрытия, то, я знаю, наверное, это видео будет такое пессимистическим, но оно будет просто вот, ну, знаете, я вам изливаю свою душу и все, наверное, свои такие темные какие-то мысли. Ну, просто учитывая тот факт, да, как раньше могли занести вообще какое-то заражение в рану, что, в принципе, и операция даже могла пройти нормально, но потом женщина могла умереть, там, через несколько дней, через несколько недель. Просто вот это вот у меня так в голове, знаете, вот я себя немножко чувствую, я не хочу никого обидеть, у кого кесарево, кто счастлив, я знаю, есть женщины, которые даже не хотят сами рожать, а напрямую договариваются с врачами, чтобы было кесарево. Но я себя чувствую какой-то неполноценной женщиной. Женщиной, девушкой, мне 26 лет, если вы первый раз на моем канале, или даже если вы меня давно смотрите, мне очень часто спрашивают, сколько мне лет, потому что, возможно, я выгляжу моложе, очень многие думают, что мне максимум лет 18 даже, но нет, мне 26, в этом году мне уже 27. Вот как-то, знаете, вот от того, что меня так подвел собственный организм, где я реально себя чувствую какой-то неполноценной женщиной, потому что я не смогла сама родить. Вот эти вот потом вопросы такие, я помню уже даже вот как бы знакомые, понятно, это без всякого. Вот этот вот вопрос, сама родила? То есть, грубо говоря, получается, нет, блядь. Я, получается, не сама родила, потому что у меня было кесарево. Я всем этим делюсь, потому что я думаю, что, наверное, есть такие же девочки, девушки, женщины, которые думают так же, как и я. И, возможно, от того, что вы видите, что кто-то еще через это прошел и проходит, возможно, вам станет немного легче, да, что вы не одни такие. Даже если мы потом захотим еще детей, можно пытаться в любом случае самим родить, самим, самой родить, да, ну, то есть я имею в виду естественные роды. И, конечно, вы все, наверное, будете писать, но ведь главное, что с ребеночком все хорошо. И, конечно, это самое главное, потому что, естественно, когда уже мне сказали, что начали воды зеленеть, и уже как бы нельзя никуда больше тянуть. Самое главное, чтобы как бы здоровье было в порядке. И у меня просто и роды были, ну, такие даже тяжелые, даже, получается, кесарево было тяжелым, потому что была очень большая кровопотеря, они могли мне сократить матку. В общем, это все я рассказывала в видео про родах, что я лежала в реанимации, и это все мне еще больше ударило, знаете, вот как бы по голове, по моим мыслям, и по тому, вот как я себя как бы чувствую. И сама по себе такой страшный интроверт. И у меня где-то с подросткового возраста у меня есть такие приступы, ну, в принципе, панических атак у меня никогда не было, но у меня такое, знаете, как чувство тревоги, которое непонятно откуда берется, и просто вот это вот такое неприятное ощущение, что вы о чем-то переживаете, но даже не знаете о чем. Какое-то такое вечно учащенное сердцебиение, даже вот пытаешься как-то сосредоточиться, но не получается, потеешь непонятно чего, хотя тебе может быть вообще абсолютно не жарко, и ты как бы вроде как спокоен в комнате, но вот начинается какая-то такая потливость. В общем, у меня вот такое вот, ну, реально где-то с конца школы, с начала университета, и бывало все дальше и дальше усиливалось. Я даже, в принципе, об этом разговаривала, даже с кардиологом, я помню, обсуждала. Я думала, возможно, просто у меня что-то не то в сердце, и как-то оно так отдает, знаете, с давлением, но она говорила, что нет, как бы все хорошо, и что это просто такое, как строение, скажем так, нервной системы. Ну, в общем, в принципе, в беременность у меня вот эти чувства тревоги, они у меня как-то ушли, хоть, конечно, я и волновалась, как там будет роды и все остальное, но я вообще беременность у меня была очень счастливая на самом деле, хоть и начало было не очень хорошим, так как мой дедушка умер от рака, и как бы это вообще было в первые месяцы. Конечно, было не до радости от беременности, потому что такое большое горе было в семье, ну, и как бы есть до сих пор, и никуда это горе не тянется. Я очень сильно, в принципе, после родов держалась, тоже меня спрашивали, как мне там с гормонами, потому что, ну, очень многие девочки, естественно, концентрация гормонов скачет, и может меняться очень быстро настроение, слезы, смех, раздражительность, но, в принципе, я считаю, что у меня, что в беременность было как-то все так нормально, что после беременности я, ну, конечно, я заплакала, я помню, на выписке, это даже было видно в видео дома, когда я увидела, как Вадим все красиво оставил подготовленное для нас, и потом тоже, когда он прилетел в гости на три недели, и вот когда снова улетел, мне стало так грустно, потому что было так хорошо, вот когда он был с нами дома, с маленькой, со мной, все было, знаете, как и должно быть, и тут снова он как бы улетел, и я помню, мне было так обидно, я просто вот один вечер, Оливия уже спала, и я просто сидела в зале и разрыдалась, мне было, не знаю, так обидно, что я снова одна, не то, что я там на него обижалась, ну, просто, наверное, вот такой гормональный всплеск от всего этого. Сейчас, знаете, если вы меня смотрите, если вы там ждете малыша или планируете, старайтесь себя настроить на любой исход событий, какой бы он там ни был, главное, чтобы просто с вами было все хорошо, и так же, как вы настраиваетесь на естественные роды, так же рассматривайте, что, возможно, будет кесарево, просто, чтобы вы потом не расстраивались вот так, как я, и так, как я до сих пор себя, да, как-то так чувствую. Другой вопрос в том, как сильно вообще поменялось мое тело, и тут даже дело не в том, что в весе очень-очень частый вопрос, вот постоянно. Меня спрашивают, как я похудела после родов. Я никак абсолютно не худела. Опять же, из-за того, что я лежала в реанимации 4 дня, у меня просто не было времени есть. У меня тогда еще не было налажено грудное вскармливание нормально, я имею в виду захват, из-за того, что было очень много разных процедур, то есть реально там каждый час был прописан, и мы не могли, скажем так, выстроить свой какой-то так график, то есть только вроде ты там настроился кормить ребенка, или лечь поспать, или поесть, нужно было вечно приходили медсестры ставить капельницы, делать уколы. В общем, у меня все руки были синие, сколотые. Кто смотрел мой влог именно с роддома, вы могли видеть, какие у меня руки были. Ну, просто уже вот тело у меня сдавалось, вот такое вот как бы изнеможение, и как бы у меня просто все руки были в гематомах. В принципе, по-моему, в роддоме я почти весь свой вот вес, набранный за беременность, я оставила. И потом также, в принципе, дома, так как у нас были проблемы со сном, у меня не было почти времени есть, и Оливия-то спала у меня только на руках. Я помню, мой папа даже приезжал, готовил мне поесть и кормил меня с ложки. Она у меня лежала, Оливия у меня на руках, папа сидел со мной рядом на кровати и кормил меня. Также Вадим меня в роддоме, кстати, кормил. Я очень много гуляла с Оливией, мы так в слинге по 3 часа гуляли каждый день. То есть я ходила много пешком тоже. Мне кажется, от того, что, во-первых, я ее в слинге носила, знаете, есть люди, которые специально занимаются таким вот как бы видом спорта, не спорта, но они вот надевают утяжелители на тело и бегают, или занимаются ходьбой, от этого худеют. А тут вот такой вот маленький, тогда где-то 4-килограммовый кабачок на мне висел. И мы так гуляли с ней целый день. Ну, мы так, в принципе, я с ней выходила либо очень рано утром, либо уже после обеда, вечером, потому что днем была просто жуткая-жуткая жара. Каждый раз, что я выхожу в Инстаграм, в лайв, то у меня постоянно спрашивают, а, у меня постоянно спрашивают, набрала ли я вес после вот родов. Я не слежу за весом, для меня уже как бы вес это не показатель, потому что у меня настолько именно изменилась фигура, что я понимаю, что я уже, наверное, вряд ли когда-то буду весить 43 килограмма, как я весила там в универе и в школе на последних классах. И, в принципе, у меня постоянно были проблемы с весом, когда я была такой маленькой, ну, как, где-то до 14 лет. Я была такой, знаете, ну, не толстая, но такая пышечка. И, в принципе, вы могли видеть там и два года назад, летом тоже. Ну, у меня очень такой скачет вес, такой, знаете, 10 килограмм плюс, 10 килограмм минус. Но просто самая проблема в том, что даже когда я весила 43 килограмма, и когда реально мне говорили, что я такая худая, я никогда себя не чувствовала худой. Я вот всегда смотрела в зеркало, и мне казалось, что я толстая. Потому что, в принципе, у меня никогда не было такого идеально плоского живота. У меня широкие бедра, ну, просто вот мое строение тела, у меня широкие бедра. И, ну, я никогда себя не считала худой, вообще никогда. Вот, и тоже понятно, на видео, скорее всего, кажется, что я больше по размеру, чем есть. И очень многим кажется, что я такая огромная. Бывают девочки, меня потом подписчицы встречают в жизни и говорят, что реально, ну, на видео я кажусь, наверное, в 2 или в 3 раза больше, чем я есть на самом деле. Потому что, ну, на самом деле, я невысокая, у меня метр шестьдесят рост. Я очень маленькая в кости, но просто у меня, как я говорю, большая задница. Но задница у меня небольшая, просто бедра широкие. У меня парят просто пропорции тела, у меня очень изменилась грудь. Ай, волосы запутались. У меня очень-очень выросла грудь. И у меня еще на 12-й неделе беременность. И у меня уже появились растяжки на груди. И я себя, в принципе, уже и настроила, что у меня будут растяжки на теле. Потому что у меня еще даже в подростковом возрасте на педрах появились растяжки. И, опять же, из-за того, что я, скорее всего, очень резко то поправлялась, то худела. У меня есть растяжки на груди. У меня есть растяжки, получается, ну, как бы на бедрах выше, на ногах и на животе. И вот это вот, наверное, меня больше всего убивает. И из-за того, что еще у меня настолько изменилась грудь. Если раньше у меня был там 70B размер, я могла не париться даже ходить без лифчика. Чувствовала себя абсолютно нормально и отлично. То сейчас без лифчика я просто, ну, никак не могу ходить. У меня грудь стала очень тяжелая. Она обвисла. И я очень надеюсь, что по истечению нескольких лет я, конечно, посмотрю, какое будет состояние груди. Но я очень серьезно рассматриваю пластику груди. Я даже, помню, всегда так шутила и думала, что ой, я так хочу себе там большую грудь. Я теперь не хочу большую грудь. Мне бы хотелось просто подтяжку, уменьшение груди, просто чтобы она была небольшая основа, аккуратная. Потому что реально я вот смотрю на свое тело, вот реально как будто голова моя, мое тело не мое. И очень многие не понимают, когда я так говорю, дело даже не в том, что там вес поменялся. Я имею в виду сама фигура, сами пропорции тела очень сильно поменялись. Со временем растяжки, они станут светлее. И хоть вы можете там обливаться маслом, постоянно, я не знаю, жить в ванне из масла. Но если есть предрасположенность, растяжки это генетика, растяжки это нехватка эластина в коже, в организме. И да, если в принципе есть предрасположенность, то как бы так и будет. Ваше тело предрасположено к растяжкам, что бы вы ни делали, это уже разорванная кожа. И с ними дальше потом ничего не засделать. Только лазерные шлифовки, только ждать, чтобы растяжки стали светлее. В общем и все. В принципе за эти 8 месяцев, да, растяжки стали светлее, потому что они у меня были прям такие красные, багровые. Сейчас они явно на несколько тонов светлее, но все равно очень заметные. И я чувствую, что ближайшие, я не знаю, наверное лет 5 я не смогу одевать какие-то раздельные купальники. Это будут только такие, знаете, цельные купальники. Вообще самая такая большая радость вообще за беременность, ну я имею ввиду, помимо того, что конечно же ожидание малыша это самая огромная радость. Но я имею ввиду больше из такой физиологической точки зрения, это конечно же отсутствие месячных. И сейчас вы наверное видите, что я немножко сама не своя, потому что для меня месячный это всегда очень такой остробольной вопрос, который очень сильно мне подавляет настроение, действует на мою психику, на мое состояние. И очень круто, конечно, что организм отдохнул столько времени от них. С тем, что сейчас они снова пошли. В общем не знаю, я стараюсь, я пытаюсь быть немножко веселой. Наверное это видео получится реально очень странным. Извините, если наверное такой негативный, но не знаю, не могу наверное как-то иначе. То есть реально я вот сейчас сижу перед вами такая какая есть и вот рассуждаю, да, это все вам говорю. В общем меня не очень сильно радует, что они снова пришли и вернулись. Так рано. Я так надеялась, что возможно хотя бы где-то до годика. У меня их не будет, ну до годика Оливии. Сейчас буду покупать противозачаточные таблетки, которые мне гинеколог выписала. Они совместимы с грудным скармливанием. И очень надеюсь, что они помогут убрать какие-то боли. Потому что раньше у меня только противозачаточные помогали в том, чтобы вот убрать боли от месячных. И как-то уравновесить мое состояние. Я буду обязательно, вот уже хочу начать заниматься бегом. Уже сколько можно откладывать. Это тоже единственная проблема в том, что у меня за беременность реально поменялось немного нога. И как-то стало на полразмера больше. Вот сейчас я одеваю свои кроссовки. Они мне реально как-то немного жмут. Вряд ли смогу в них бегать, потому что у меня просто будет ужасно болеть все. Ну и конечно очень-очень хочу вернуться на йогу. Потому что даже когда я была беременна, я еще за два дня до родов я ходила на йогу. Знаете, такая наша в общем женская участь. И конечно же, если переживать все эти изменения, которые происходят в нашем теле, это только ради деток. Потому что, не знаю, мне кажется, это в любом случае самая-самая большая радость в жизни. И не видеть, как частичка тебя и твоего любимого человека растет. Тихо. Конечно, с другой стороны, кесарева. Плюс в том, что у меня не было никаких разрывов, как бывает у девочек, что и зашивают, и очень-очень долго заживает. И это приносит дискомфорт. И в сексуальном плане. И это приносит дискомфорт просто даже ежедневной жизни. Потому что невозможно, да, там несколько месяцев сидеть. Потом бывает еще как-то неудобно долго еще ходить. Или бывает натирает или еще что-то. В этом плане, да, как бы это плюс. Но с другой стороны, у меня есть шов на матке. У меня есть тоже шов на животе, внизу живота. Сегодня, конечно, у меня довольно-таки еще больше надутый живот от того, что месячные пришли. Вот видите, растяжки. На животе растяжки. Не сильные, но все равно видно их. Вот здесь на ногах тоже растяжки. Ну и так что такое получилось супер честное, не очень, наверное, положительно-позитивное видео. Но зато искреннее. И мне бы просто тоже хотелось, знаете, вам еще раз напомнить, девочкам. Я знаю, что очень многих бывают и сильные после родовой депрессии. Особенно социальные сети сейчас просто диктуют постоянно такую идеальность. Вот вы смотрите на многих, да, там, девочек, которые уже там спустя две недели после родов, там, постят свои фотографии с идеально плоским животом, что они прям занимаются всем на свете, выезжают, путешествуют. А вы, наверное, там, возможно, да, сидите с малышом, у вас остался лишний вес, растяжки, неупругий живот, большая обвисшая грудь, еще что-то. И как бы думаете, ну почему они такие идеальны, а я совсем не такая. Так вот, знайте, что не нужно себя приравнивать к другим, что все-таки большее количество женщин именно в таком же положении, как и вы. Потому что, ну, не может так быстро тоже восстановиться тело после родов. Вы 9 месяцев были беременны и в любом случае должно пройти еще несколько лет, чтобы как бы тело вернулось в такое дородовое состояние. И, ну, я считаю, что у меня, конечно, уже тело не будет никогда таким, как оно было до родов. Опять же, я имею в виду не вес, я имею в виду сами пропорции тела, да, потому что некоторые части очень сильно увеличились. Надеюсь, что вам понравилось. Если вам нравятся такие просто, знаете, простые болтологические видео, то обязательно тоже дайте мне знать. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новое видео. И увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!